Ну началось опять. Чем быстрее мы расстанемся, тем лучше. Он себе на лоб бы поставил эту печать. Он не уважает себя, свою работу. Действуя в обход закона, создает препятствие для обжалования его действий. Мы все равно с этим буроусским будем разбираться. Он гадик сидит. А он что, у нас особый что ли? Он ест. И его семья кушает за наш счет. Он присвоил себе полномочия законодательного органа. На ходу придумывает. Лишь бы отмазаться. Это тебе демонстрация. Вся помойка, вся грязь исходит вот от таких, как Бурлутский. Вы спрашиваете, почему мы в говне плаваем? Так вот из-за Бурлутского. Этот товарищ? Я не знаю, он нам не товарищ вообще-то. А закон вытирать свои ноги грязные? Он еще раз подтвердил это. Перед нами не судьи, перед нами решалы. Вот смотрите. Дело номер где? Наименование суда и состав суда где? Значит знает, что выносит неправосудное решение. А где это все? Вот они как играют с вами, ребятки. Перед вами высококлассные мошенники. Они искажают и исключают информацию. Смотрите, как производится подмена нормы права. Он возомнил себя еще и законодателем. Так что перед нами такое-то? Демонстрация презрения к нормам права. Перед нами не судья. Может быть подана частная жалоба. А он тебе что пишет? Определение обжалования не подлежит. Давайте все вместе посмотрим. По теме ничего не говорят. Бери документ. Не трепли языком. Берешь. Вот где документ. Отлично. Давай вот с документами начнем. Вот это где? А вот это у тебя где? И все, и посыпалось у них все. С документа надо начинать действовать. С документа. А не со своего представления о том, как должно быть все. Тогда все становится на свои места сразу. Так, суд загнал это на ознакомление с материалами дела. Пока они молчат. Каждый день сейчас будут досылать. Каждый день по три раза. Каждый день по три раза. Значит, не отвечает это. Давай подключай вышестоящий суд. Какой у вас там? Ханты-Матийский. Ханты-Матийский. Окружной. Давайте скажите. У этого способностей не хватает. Освободите его от части обязанностей. Пусть он на вас перегрузит. Прямо так и пиши. Пусть он на вас перегрузит части обязанностей. Помогите ему. Он там утонул. В бумажках. Бурлутский. Фрося Бурлакова, блин. Добро. Отправлю. А там тоже вот. Я официально буду урок сейчас, наверное, проведу. По исполнительному производству. Тоже д**к на д**ке. Исполнительный лист про одно говорит, а они в своем в постановлении. Другое пишут. С головушкой не все в порядке. Тоже д**к на д**ке сидит, д**к погоняет. Вот, уважаемые участники площадки, нужно научиться анализировать документы. Как только вы научитесь анализировать документы, вы будете трахать всю эту п**ню, которая скопилась там. Вдоль и поперек. Потому что что не документ, то это. Стирки, коми. Ладно. Есть вопрос еще, Антон. Тоже там не судья, а д**к. Вот они все ходят щеки надувать. Бурлутский. Вот эта вся шляпь там скопилась. И следует он там письменным доказательством. Посмотри, пожалуйста, эту почту. Я тебе там выслал. Я посмотрел, я видел. Ага, три штуки таких пришло. То есть, вот такую бумагу я получаю впервые. То есть, они впервые решили мое сообщение о совершенном преступлении, это принять как именно сообщение преступления, а не просто обращение. Значит, здесь надо следующим образом поступать. Не забываем, что уголовно-процессуальные козды позволяют нам самостоятельно собирать и истребовать доказательства. Получать их, эти доказательства, представлять. Поэтому, я так думаю, что с этой ситуацией, которая сложилась у тебя, связанной с отключением электричества, нужно продолжить разбираться с этим. Причем независимо от того, будет возбуждено уголовное дело или не будет это уголовное дело возбуждено, что будут совершены определенные процессуальные действия, на которые ты в дальнейшем можешь, у тебя появится возможность опираться в своих разбирательствах в судах. Поэтому, сейчас наша с тобой задача научиться подавать грамотные процессуальные документы в полицию, для того, чтобы они установили те или иные обстоятельства, связанные с действиями неустановленных лиц. Что делать надо? Писать заявление, писать истребования, доказательств. В данном случае у тебя есть предположение, кто это был, что это были за лица, но у тебя нет документов, подтверждающих законность и обоснованность их действий. Поэтому ты вправе указываешь, что предположительно были такие-то, такие-то лица. Ну давай мы с тобой, Анатолий, вот у меня сейчас чуть-чуть посвободнее стало, мы с тобой этим вопросом более так подробно займемся. Почему? Потому что, я насколько понимаю, эта ситуация касается многих граждан в стране. И мы будем людям рассказывать, как надо действовать, будем готовить документы, будем показывать, что происходило и какие следует, потребуют документы у тех, кто прибегает сюда, полномочия потребовала. Пусть документально все подтверждает. Мы с тобой, смотри, Антон, здесь все просто. В настоящее время должностные лица, управляющие компании, они самоуправленно наделили себя полномочиями. После того, как они себя самоуправленно наделили полномочиями, они стали полномочия раздавать направо и налево. Но изначально-то их действия порочны. У них отсутствует полномочия оказывать услуги и выполнять работы. А значит, кому бы то ни было отсутствует полномочия наделять такими полномочиями. Право-то у них такого нет. Поэтому, еще раз, Антон, вот сейчас мы на твоем, на фактическом материале будем людям в стране показывать, каким образом следует грамотно поступать в ситуации, когда прибегают какие-то ч**ки, начинают отключать электричество, начинают ставить заглушки на канализацию и совершать прочие противоправные, а даже в некоторых случаях откровенно преступные действия. Тогда, может, ты с людьми поговоришь, а потом со мной займешься? Ну, конечно, я же не буду сейчас на тебя тратить время. Зачем ты мне нужен? Ну, началось опять. Как началось? Еще ничего не начиналось. Это прелюдия только. Ты знаешь, ветерок начинается с маленького думления, а потом уже буря. Так что давай потихонечку раздувать огонь. Что какой-то вопрос поставил. Суть заявления, которое указывается, что пришел к выбору многочисленных реальцев, требующих войск. Так, в решении указано, что на имя при этом в решении отсутствует сведения лица, открывшим этот лицевой счет на имя, а также обоснования и дате открытия. Вопрос, который поставлен перед судом для его разрешения, где нашел? Какой ты поставил вопрос? Отправить этот? Подожди, нет. Здесь вот определение перед тобой. Видишь определение? Вот я тебе задаю вопрос. Какой ты вопрос поставил перед судом для его разрешения? Нет. Вот он тебе... Он указал на то, что ты ссылаешься. А, он даже вопрос не рассмотрел. Совершенно верно. Не указал. Он не указал вопрос, который ты поставил в заявление о разъяснении решения суда. Он его не указал. Он указал обстоятельства. Теперь давай будем разбираться по существу. В решении указано, что коммунальных, и, значит, отсутствуют сведения лица, открывшим этот лиц в счетные месяца, а также об основаниях и дате открытия. Он должен был проверить эту информацию и либо ее признать достоверной, либо опровергнуть. А в данном случае он что сделал? Он этот вопрос-то и не проверил? Он не указал, действительно ли это так, или это не так? А какой смысл-то тогда в осуществлении судебной этой деятельности? Он должен был дать оценку-то твоим доводам и либо согласиться с ним, либо опровергнуть их. А их здесь нет. Ну? А где требования-то твои? Вот я тебе сейчас же лично этот Крыгозавский процессуальный кодекс открываю. В определении, что должно быть найдено? Читаем. Заявленное требование. Видишь? А где оно? Отсутствует. Ну? Оно отсутствует. Требования разъяснить, правильно? А где оно? А для чего так делается? Я тебе, Антон, сейчас рассказываю. Вот, когда проверяешь по нормам процессуального права, ты находишь все. Все находишь. Сразу же, вот я тебе сказал требование. А раз требования нет, значит, он, собственно говоря, изначально не намеревался давать тебе разъяснения. Он считает, что его решение изначально все правильно. Так вот, с такими судьями, как Бургутский, надо расставаться, и чем быстрее мы расстанемся, тем лучше. Как это сделать? В ККС? Вот, видишь, четвертое. Вопрос. Заявленное требование, вопрос, о котором выносится определение. А какой должен быть вопрос? Соответствуют ли доводы заявителя действительности? Разрешен этот вопрос? Нет, не разрешен. Хорошо. Далее мы смотрим. Ну, я тут просмотрел. Ну, тут уже просто идет, вопрос уже идет, просто идет очередная дурь, потому что по-другому я, я другую оценку дать не могу, Антон. К сожалению. Определение обжалования не подлежит. Давай смотрим. 203.1. Мы с тобой законники. На определение суда может быть подана частная жалоба. 203.1. Он на нее ссылается, правильно? Вот она. Видишь? Определение обжалования не подлежит. Определение не подписано. Значит, на подпись, по-дурацки. Он себе на лоб бы поставил эту печать. Тогда было бы точно. Он не уважает себя, свою работу, расставит печать на подпись. Таким образом, он искажает эту печать. Фактически тебе дает право, он не подписан. Этот документ получен с нарушением закона, не имеет юридической силы и должен быть независимо от того, он должен быть отменен. Решение его. А как отменить, если он все наши частные жалобы оставляет без движения? Хмаву напрямую отправить? Мы напрямую отправим. Частная жалоба. Мы направляем ее напрямую в связи с тем, что господин Бурлутский действовал в обход закона, создал препятствия для обжалования его действий. Потому мы напрямую... А обращаемся к вышестоящей суд напрямую. Если вышестоящий суд не принят действия, мы тогда будем писать в касационную инстанцию. Мы дойдем до Верховного суда. Мы все равно с этим Бурлутским будем разбираться. Чего молчишь? Да я представить, представить, сколько жизни он загубил. Как он гадит, сидит. В то же время непонимание... Причем тут непонимание? Мы говорим о непонимании, мы говорим не о непонимании, мы говорим об отсутствии в этом документе. Нам не ясно. Не понимание, а не ясности. Это разные вещи. Мы как раз прекрасно понимаем все. Нам не ясно. А он пусть разъяснит. Он же принимал решение. Почему-то, когда я принимаю решение, я все обосновываю. А он что, у нас особый, что ли? Я это делаю бесплатно, а он, извини, за хорошую плату умник нашелся. Еще умничает мне этот. Колхозный мне. У стороны ответчика каких-либо неясностей в содержании решения суда не возникло. А мы ставили перед судом вопрос о том, возникли ли какие-либо неясности в содержании решения суда у ответчика, и мы не ставили. Нет, конечно, не ставили. Это он уже фонарит. Тогда зачем ты сюда это пишешь? Прикрываю. Первое. Второе. Подожди минутку. Здесь по существу, с чего ты взял, что мы выражаем несогласие с изданным судом формулировками мотивировочной части решения. Где это написано? Мы говорим о неясности. Мы не говорим о несогласии. Это он сейчас говорит о том, что мы несогласия. Мы не выражаем несогласия. Это первое. Второе. А он что? Он ставит под сомнение наше право не соглашаться с действием на любых должностных лиц органов государственной власти. Так мы вправе ему напомнить, что это мы его содержим на свои налоги, а не он нас. Это мы его содержим на свои налоги. Он ест, и его семья кушает за наш счет. Достаточно хорошую зарплату получает. Мы его спрашивали, есть основания для принудительного исполнения решения или не имеется. Мы ему требовали представить доказательство наличия этого исполнения решения. Что мы должны, где написано, что мы должны представить доказательство наличия затруднений. Норму, право, пусть назовет. Вот сейчас по этому поводу надо думать, где ты увидел, что я должен тебе представить наличие затруднений в исполнении решения суда. С чего он взял? На ходу придумывает? Лишь бы отмазаться. Смотри, что пишет. Вот теперь внимательно смотри, Антон, за руками. В соответствии со статьей 202 в случае неясности решения суда суд, принявший его по заявлению лиц, участвующих в деле, лицу, участвующих в деле, вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержание. Разъяснение решения допускается, если оно не приведено в исполнение. Оно приведено в исполнение? А при чем тут исполнение? Еще раз, оно приведено в исполнение или нет? Ну, вступило в законную силу. Ой, это еще не вступило, подлежит обжалованию. Еще раз, оно приведено в исполнение или нет решения? Я не понимаю, что это за фраза приведено в исполнение. Как-то так. Ну, исполнено это решение. Да нет, не исполнено. Ты правильно говоришь, оно еще даже в законную силу докладывает. Еще раз, разъяснение допускается. И дальше, условия. Оно не приведено, исполнения но мы получаем и доказательств нет что она приведена не приведена и стек срок в течение которого решение суда может быть принудительно исполнил еще комитет нет тоже нет то есть два условия а он же самое главное определение не показывает по апелляции мы же мы вторую дополнительную апелляцию отправить я понял я понял к чему ты клонишь он не указывает обстоятельства которые подтверждают данный факт пропускает положили ты зачем ты додумываешь до меня что ты понял ничего ты не понял я тебе говорю в этом выше статья 202 это требование закона а ниже таким образом его вывод по этой статье которые подлежат принудительному исполнению это где написано в более полном и ясном изложению тех частей судебного акта которые подлежат принудительному исполнению где это написано еще раз антон мы с тобой смотрим нормы права он ее приводит и он тебя демонстрирует как у нее переворачивает так как ему выгодно не как норме где в норме написано что значит разъяснение производится тех частей судебного акта которые подлежат принудительному исполнению где он тебе эту норму то указал то есть он сейчас что делаешь сучу сделал он присвоил себе полномочия законодательного органа но свое мнение свое мнение по этому вопросу высказывает как законодатель вывернул наизнанку как ему выгодно это тебе демонстрация того как фактически осуществляется правосудие господином бурлутским если ты думаешь что он решила принимал по-другому вот он точно также решение принимает вот все переворачивает на а если по-настоящему это называется он гадит он гадит для меня ясно если твои доводы да они имеют место не находятся там то там то находится ты же говоришь о чем лицевой счет а он это значит обстоятельства это он тогда должен был сказать извини на его на него возложенные обязанности смотри доказательства смотрим шестьдесят седьмую статью и прочитаем вместе часть 5 статьи 67 достаточно хорошо это в его обязанности все исследовать и указать результаты вот он что при оценке да при оценке суд обязан убедиться в том что такой документ исходит от органа уполномоченного представляет данный вид доказательств мы спрашиваем кто его открыл на основании чего открыл мы же этот вопрос с тобой задаем он должен бы сказать кто открыл этот счет на основании чего он открыл он же уполномочен открывать кем он уполномочен он может быть уполномочен только тобой если он этого не знает да кому надо подавать заявление либо идти учиться доучиваться а дурку то варять не надо подписаны лицом имеющим право скреплять документ подписью каким документом открыть счет лицевой каким тем подписан не указано все он фактически подтвердил он тебе фактически подтвердил что в данной части решение его нельзя признать законным и обоснованным а его доводы вот этого определения как раз и подтверждают твои доводы что перед нами господин буровицкий который не способен осуществлять правосудие надлежащим образом и вместо объективного изложения обстоятельств он представляет надуманную версию вот по моему все ясно так или не так сейчас надо где это он увидел в какой части примерно таким образом только тех частей умник нашелся делать что на основании чего пусть объясняет почему он решил что он в праве в праве интерпретировать эти нормы права так как ему так как но в голову святимяшится умник нашелся а вот это антон вот чем надо заниматься вот что нужно исследовать потому что вся помойка вся грязь исходит вот от таких как буровицкий сейчас выражают несогласие дословно по существу пусть дословно укажет в какой части я указываю несогласие я тебе указал на имя для оплаты есть счет в нем отсутствует сведения что это несогласие наоборот мы как раз подтверждаем что в ее решении нет отсутствует сведения лица открывшим этот лицовой счет на имя лица а также об основаниях и дате открытия в чем несогласие в том что у тебя объективно это что у него отсутствует в эти он кто одна с ним согласие несогласие он начал дружок что ли согласие несогласие умник решил думаю что если я выразил свои несогласия это значит унижает меня что ли это он обязан был либо согласиться с нашими доводами либо не согласиться давай смотрим сто девяносто восьмую статью гпк можно с тобой законники правильно я понимаю давай смотрим часть 4 специально для таких предков как буруцкий и от 196 198 вот мотивирует на часть решила суда фактически его и обстоятельства установлены судом ну и где так есть или нет его решение я не вижу ну как он чё тогда здесь он занимается процессуальным манханиванием антон вы спрашиваете почему мы в гавне плаваем а уже не скоро по уши будем плавать в гавне так вот из-за бурлутского это процессуально легко ведь вот не установлено ты говоришь что этого нет он должен был либо признать либо опровергнуть правильно принял или отклонил предвиденное в обосновании своих требований доводы лиц участвующих в деле он должен был либо признать их либо отклонить на чем он этого не сделал чё может быть неправильно рассуждают да правильно все надо как-то действует вот и будем сейчас демонстрировать надо подавать и людям рассказывать рассказывать надо как у нас осуществляет правосудие господин городский обрати внимание этот товарищ я не знаю нам не товарищу счета им это свое отчество почему скрывает и номер дела не указан и номер дела не указан а почему он скрывает номер дела присвоенный судом первой инстанции а а что у нас господин господин бурлутский вправе действовать в обход закона что ли вытирать или а закона вытирать свои ноги грязные какие справила если судья вытирает закон о своей булке то мы вправе вытереть закон о его булке чем молчишь хочу действовать давай будем действовать сейчас направил направили подготовили давай буду готовить на или значит краевого суда или чё там у вас хантамансийский суд округ окружную суд нужной суд давай туда будем обращаться в связи с тем в связи с действием явно указывающая на его заинтересованность гадить гадить заявителю он еще раз подтвердил это вот ты спрашиваешь почему он вынес решение я сразу сказал что он вынесет против тебя он вынес его против тебя несогласие поставил под сомнение несогласие твое я вправе не соглашаться с президентом я вправе не соглашаться мне насрать кто пиле просто я здесь главный и ты главный и третьих людей содержишь на свои налоги если задают вопросы а как ты можешь платить налоги я плачу налоги при покупке товаров работы услуг не так и говорю на если кому-то не нравится как закон вскрою я путем покупки товаров работы услуг оплачиваю налоги давайте тогда мы отказываемся от вам платить налоги то что вам извините предприниматель не платят так разбирайтесь с ними я тут тут причем правильно на ндс налог на добавочную стоимость в каждый товар включен но мы чё делаю пишем конечно еще три уведомления пришло с мвд хмау что зарегистрированы мои сообщения совершено преступление и три куспа ну отлично отлично все складываешь папочки по полиции там свои папочки делать он по делам будем это все копитом и ручки раскидывать это подскажи тогда видео которое ну и я собрал много материалов по поводу вот этого заявления о надлежащем исполнении обязательств то есть мы ему две штуки отправляли я хочу осветить весь этот путь смотрите я к нему ходил в живую требовал договора они мне какую-то херню выкатили я направлял по почте они первые приняли а второе не захотели получать потом мы еще вот здесь в твоих действиях нужно акценты чуть-чуть вместить акценты должны быть такие что вообще-то закон на управляющую организацию возлагает обязанность установить право отношения с каждым собственником путем заключения договора управления на них и доказать факт того что они являются надлежащим кредитором на них лежит эта обязанность но управляющих организациях они на тебе и на гражданах которые здесь вы же не убегаете вы же не прячетесь они это они сейчас прячутся поэтому поэтому акцент нужно давать вот там то там то так более того мало того что они ко мне не обращаются да я к ним обратился другой бы сказал правильно антон николаевич приходите руководитель то ты с руководителем только обязан вправе вернее вести переговоры только с руководителем с тем лицом которое вправе действует без доверенности ты только с этим лицом вправе взаимодействовать больше не с кем а тут почему-то кита или с консульта какие-то хер вы знает кто там откуда чего там появился это неправильно в корне вы являетесь равноправными участниками сделки физическое лицо булгаков антон николаевич и юридическое лицо у кбс в жр в лице кого директора как его там зовут русин вот русин имя отчество алексей александр он представляет юридическое лицо вот вы равноправные участники сделки в своем присутствии подписывает документы ты в его присутствии подписываешь документы документы которые устанавливают правоотношения если потом ты поймаешь русина на совершении действий в обход закона на мошенничестве ты ему сможешь предъявить а сейчас то у тебя нет документов на руках а он скрывается что как раз и указывает на недобросовестный характер действий русина я правильно понимаю или нет я так же понимаю ну ты не бегаешь не убегаешь надо давай документы я проверю документы проверю чистоту этих документов потому что на тебе на тебя возлагается обязанность проверить чистоту сделки ты же обязан руководствоваться чем решением общего собрания правильно ты ведь не обязан руководства решением русина законе то ведь этого нет но вот где решение это общее собрание а его сейчас нет то что они представляют это не решение общее собрание это документ на котором написано что протокол общее собрание но лица которые принимали решили указаны в этом протоколе своего отражение сведения об этих лицах своего отражения в этом документе не нашли их нет там она решение собрания распространяется правила установлены законом к доверенности я даже больше скажу там если требования доверенности дата должна быть написано буквами словами а не цифрами если дата написано цифрами то такой документ получен с нарушением закона не имеют юридической силы не может быть положен в основу решения суда лишь меня нет система в которой перед нами не судьи перед нами решалы антон привет открываешь привет смотрим вчера семья похохатывал мы с тобой смотрели на на чем конкретно ты похохатывал надо определение бурлузку ну так а там чё дурик дурь это просто антон значит поражать со всей стороны вот если бы это было где-то в отношении одного человека когда в отношении всех это уже становится бурлузка вот смотрите уважаемые участники площадки определение опять же вот определение подали заявление о разъяснении решения суда и вот определение по вопросу который мы поставили перед судом опять же смотрим дата есть есть дело номер где номер дело кто-то видит здесь вот я сейчас покрупнее сделаю вот это все определение где номер дело присвоенный судом первой инстанции давайте вот открываем 225 статьи мы с ничего не придумаем что должно быть в определении это реквизиты обязательно реквизиты перечисленные законе они должны быть находиться обязательно значит в любом документе в определении суда должно быть указано номер суд дела присвоенный судом первой инстанции ну и где он где он где он нету все раз нету номера дела значит документу значит доказательство получено с нарушением закона через два статьи 55 не имеет юридической силы далее читаем это закон реквизиты обязательно для данного вида доказательств мы с вами вместе читаем я ничего не придумал что должно быть указано место вынесение определение так а где вместо вынесения определения город сургут город сургут что ли это у них прокатывается и никто вопроса не задает где место-то счет ради сургуте а с чего ты взял что это город он может быть не город а может быть бед какой-то я не знаю не знаю далее судья бургутский или суд в составе судьи судьи бургутского единогично вынесшего решения написано уже судья так судья а должен то суд смотри смотрим вот же наименование суда вынесшего определения состав суда где наименование суда и состав сюда где должно быть сургутский городской суд ханты-мансийского автономного округа и игры в составе судьи сургутского городского суда ханты-мансийского автономного округа и игры бургутского ЕИВ да кто рассматривал то А? ЕИВ какой то И в то же самое Почему скрывает имя отчества Значит есть основания скрывать Имя отчества Значит знает, что выносит неправосудное решение Я правильно понимаю? Только такой вывод Можно сделать А больше какой вывод? Другой вывод Давайте дальше смотрим Куда побежал? Секретарь судебного заседания Помощник судьи Секретарь судебного тоже отсутствует Я просто говорю, потому что бывает Если бы было написано единолично Тогда единолично Но в любом случае должен быть секретарь Или помощник судебного Потому что отдельное процессуальное действие Вынесение определения Это отдельное процессуальное действие Тоже их выгораживает, получается? Да Дальше, лица, участвующие в деле Ну ладно, заявленное требование А где заявленное требование? Давайте смотрим Какое заявленное требование? Рассмотрев заявление О разъяснении решения суда А где требование-то? Требование-то где? Отсутствует Нет, требование Булгакова Антона Николаевича Так его нету Далее он пишет Описательная часть Булгаков А.Н. обратился в суд Заявление, в котором указывает Что пришел к выданному числению Ясностях в решении требующих его разъяснения Так в решении указано Что на имя ИСЦА Для оплаты коммунальных услуг Открыт лицевой счет Далее номер идет При этом в решении Отсутствует среднее лице Открыв лицевой счет на имя ИСЦА А также об основаниях И дате открытия Ну Заявление о разъяснении решения суда А вопрос-то какой? Поставил заявление Вопрос-то я не поставил Булгаков А.Н. Давайте смотрим Давайте Вопрос О котором выносится определение Так если выносится вопрос Так должен быть вопрос-то Булгакова сформирован Вопрос-то он должен быть найти отражение В принятом вынесенном определении Булгаков поставил вопрос Я за него скажу, какой поставил вопрос Представить среднее лице Открывшим лицевой счет на имя ИСЦА Об основаниях и дате открытия Какое лицо открыло лицевой счет На каких основаниях И когда Вот такой вопрос был поставлен Перед судом Этот вопрос должен был найти отражение Но ведь этот Буруцкий-то видимо Действует-то в обход закона Он же думает, что Вопросы-то суду не задают Я правильно понимаю, Антон? Да, он произносил такую фразу Он не понимает, что Значит, вопрос о котором Вот ему определение Так вопросы-то суду не задают Правильно Так вопрос-то задан суду А не судье Вопрос-то задан суду А не судье В порядке статьи 166 Давайте смотрим Мы же ссылаемся на эту статью Ссылаемся Давайте 166 статью Я же ничего не придумываю Ходатайство заявлений Лиц участвующих в деле По вопросам Связанным с разбирательством дела Мы поставили вопрос Связанный с разбирательством дела Я правильно понимаю, Антон? Конечно Это же его решение В его решении отсутствует И мы ставим вопрос Связанный с разбирательством дела Если это обстоятельство Не имеет значения Тогда и зачем ты его Включил в свое решение? А если ты его включил в свое решение Тогда ты должен указать Лицо, которое открыло Этот счет Его полномочия На открытие счета Основание Открытия счета И дату его открытия Я правильно понимаю или нет? А здесь что у нас? Об основаниях и дате Ну хорошо Которым указал Дальше Проверив обоснованность Доводов заявления Изучив материалы Дела Суд приходит К следующему И вот идет перечисление Давайте мы пока На норму права Не будем смотреть Он удостоверился В подлинности Этих доводов? Он же Обоснованность доводов? А как проявляет Обоснованность? Что в решении Указано О том, что На имя Иса Иса Открыт Счет Так это Действительно В решении Есть или нет? Так в определении Должно быть указано Он же проверил Обоснованность Доводов заявления Он должен был Согласиться Что действительно В решении Имеется Сведение О том, что На имя Иса Для оплаты Коммунальных услуг Окрит лицевой счет А где это все? Так есть или нет? Доводы-то Достоверны Или Недостоверны? Нет ничего Нет ничего Такое получается Я не рассматривал Пишет, что проверил Обоснованность А сведения о том Являются ли эти доводы Достоверными Не указал У вас же видите Обоснованность Изучив какие-то Материалы дела А что он должен был Какие материалы дела Он должен был Как минимум Изучить Решение Не материалы дела А решение Ты же ссылался На конкретный документ На решение Правильно А он изучал Какие-то материалы дела То есть Ты ему говоришь Так ты посмотри В решение Ты сначала С одним определись А потом За другой берись Вот я вам Ребятки Сейчас что показываю Как вот это Которая сегодня Скопилась В органах Судебной власти Занимается Процессуальным Оно Судья Обязан был Если он пишет Обоснованность Судья Находит Доводы Заявления О том Что на имя Исса Что в решении Указано Об открытии Об открытии Отключают Почитаем Дальше Что творит Это Он приводит Статью 202 И в случае Норму Приносит В случае Неясности Решения Суд Принявший Его По заявлению Лиц Участвующих В деле В праве Принять Решение Суда Разъяснить Решение Суда Не изменяя Его содержание Разрешение Суда Допускается Если оно Не приведено В исполнение Не истек Срок В течение Которого Решение Суда Может быть Принудительно Исполнено Так И делает Вывод Смотрите А вот Сейчас Вывод У него С головушкой Не все В порядке Норма Говорит Про одно А он Сейчас Пишет Про другое Разъяснение Решения Суда Производится В случае Неясности С этим Согласны Противоречивости И нечеткости Решения Суда Где Противоречивость Где Нечеткость В случае Неясности Решения Суда По заявлению Лиц Участвующих В деле Из чего Следует Кому Неясно Лицу Участвующему В деле Про противоречивость Нет Добавил Нечеткость Тоже Добавил И заключается в более полном и ясном изложении, обратите внимание, тех частей судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению. А где эта норма? Тех частей судебного акта, которые подлежат принудительному исполнению. Где в 202 статье про это? Кто-то видит? Лично я не вижу. Смотрите, как производится подмена нормы права, интерпретации. У него с головушкой не все в порядке у Бурлутского. Он возомнил себя еще не только судьей, он возомнил себя еще и законодателем, да? Да? Толмачом, фамилия Толмач, только он забыл, что толковать нормы права может только то лицо, которое издало эти нормы права. В данном случае Государственная Дума, она издала эту норму, вот она ему вправе толковать ее, так как она считает нужным. А суд применяет, либо не применяет нормы права. Причем, если не применяет или не применяет, должен обосновать это. Ну это же явные признаки 286-й, превышение должностных полномочий. Совершенно верно. Тут еще и вынесение заведований правосудного определения, это же тоже судебный акт. 305-й. Да, ну вот. Оснований для принудительного исполнения суда не имеется. Доказательств наличия затруднений в исполнении решения заявителя не представлено. А где написано, что ты должен их представить? Наличие затруднений в исполнении решения нормы, ты не накладываешь. Тебе вопрос, тебе не ясно решение и конкретный вопрос. А он тебе что делает? А он имитирует деятельность. Беда вся в том, не только в том, что они имитируют эту деятельность, а они еще, извини, гадят тебе. Ну давайте смотрите. Читаем последнее. Определение обжаловании подлежит. Да? И ссылаться, смотрите, на какую статью? 203.1 ГПК РФ. Ну давайте вместе пересмотрим. 203. Может быть, я как-то по-другому читаю. Давайте все вместе посмотрим. Вот участники площадки. На определение суда, порядок рассмотрения вопросов, разъяснение решения суда. Правильно? Рассмотрение. Порядок. Разъяснение решения суда. А там прочее, да? На определение суда может быть подана частная жалоба. А он тебе что пишет? Определение обжалований не подлежит. Ну не надо. Под определением подписи нет. Копия верна. Смотрите. Он стыдливо поставил печать на подпись. Для чего это делается, печать на подпись? Печать на подпись ставится для того, чтобы невозможно было определить лицо, которое поставило эту подпись. В данном случае это определение подписало. Более того, выносит определение одно лицо, а подписывает другое. Здесь ИВ Бурлудский, а в шапке в самом начале Бурлудский ИВ, наоборот. Ну тут это мало критично, Антон. Если это уже придираться. Почему? Потому что есть такое понятие от перемены вместо слагаемых, скажем так, имени. Это же слагаемые имени. Ну как бы результат не меняется. Фамилия, имя, отчество. Имя, отчество, фамилия. Не меняется. То есть лицо, в любом случае, кроме фамилии, имя, отчество, еще должны быть другие реквизиты, которые идентифицируют личность. Пока таких реквизитов нет. Ну и вот вам смотрите. Копия верна. Если это копия, то где находится подлинник? Должен быть указан. А место нахождения подлинника не указано. Так что перед нами такое-то, ребятки? А перед нами демонстрация презрения к нормам права. И это презрение демонстрируют те люди, которые обязаны подчиняться только закону и Конституции Российской Федерации. Перед нами не судья. Перед нами не судейское сообщество, ребятки. Вот такой, к такому выводу приходишь, когда читаешь документы. Так, Антон, значит, по этому заявлению давай готовим... Готовим... Частную жалобу? Ну, направляем сразу в окружной суд. Угу. То есть, вот. По этому вопросу. Предлагаю Бургутского нагрузить еще заявлениями о разъяснении. Определение. Разъяснить, почему он действует в обход закона. Кто ему позволил. Какая норма права ему позволяет действовать в обход закона. Мне, например, не ясно. Надо будет ставить вопрос. И вот давай заявление о разъяснении решения суда. Тем более, это, насколько я понимаю, перекликается с тем вопросом, который Юрий сегодня поднял у нас на площадке. Слушай, а что делать с это, с дополнением к апелляциям? Я же до сих пор определение не получил. Отправляет он в Ханты, не отправляет или опять оставил без движения? Я же не знаю до сих пор. Так, звонить. А я звоню, они говорят, а у нас нет ничего, никакой информации. Бургутский ничего не сказал по этому поводу. Значит, надо через ГАЗ правосудия направлять документы, требую установить нахождение этих документов. Ну, я на ознакомление с материалами дела отправил, то есть, первое, повторное... Не-не-не, ты давай не путай. Не, подожди, подожди. Другое дело, что у тебя вопрос, они сейчас делают что, они тянут? Тянут, типа, ты заявление, ты апелляционную жалобу вовремя не подал, вот, получив фашист-гранату, заявление, значит, решение вступило в законную силу. Вот он для чего это делает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok